Совместная работа органов власти и профсоюзов по укреплению и совершенствованию социального партнерства в Средовской области должно стать основой устойчивого социально-экономического развития региона. Регулярный диалог с профсоюзными лидерами, руководителями и активом профсоюзных организаций приобретает сегодня особую актуальность, так как помогает адекватно и оперативно реагировать на вызовы, которые составят новые экономические реалии. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвашев. Приветствую участников 25-й межсоюзной отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов в Средовской области. Именно такое взаимодействие, тесное общение позволяет нам решать важнейшие вопросы, связанные с развитием рынка труда, обеспечением занятости, контролем за своевременной и полной выплатой заработной платы, социальной защитой работников трудовых коллективов. Профсоюзы включены в общественно-политические процессы. Также они выдвигают своих кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Эксперты от профсоюзов входят в составы различных консультативных и совещательных советов. Благодаря слаженным действиям профсоюзов, органов государственной власти и местного самоуправления в нашем регионе социально-трудовые права жителей обеспечиваются на достойном уровне. Безусловно, главной и основной задачей профсоюзных организаций остается защита прав и законных интересов трудящихся. И они ее с успехом решают, сказал Евгений Куйвашев. И что высоко ценят конструктивную позицию уральских профсоюзов и их стремление к эффективной совместной работе с органами государственной власти. Глава региона обратил внимание на то, что кризисные явления последних лет, которые происходили в мировой экономике, влияли и на наш регион. И нынешняя достаточно спокойная, на первый взгляд, социальная обстановка – это результат ответственной совместной работы региональных и местных органов власти, собственников предприятий, конечно же, профсоюзных организаций. Нам надо сохранить эту работу, укреплять, встречаться, вырабатывать дополнительные меры. Евгений Куйвашев заявил о необходимости укрепить эту стабильность, гражданский мир и согласие в обществе, дать людям чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне. В связи с этим губернатор обозначил ключевые направления совместной работы. Первое. Считаю очень важным участие Федерации профсоюзов и ведущих отраслевых профсоюзных организаций в мониторинге социально-экономической ситуации в регионе, особенно на конкретных предприятиях и учреждениях. Во-вторых, губернатор предложил профсоюзным организациям активнее информировать работников в трудовые коллективы о мерах, которые принимают правительство Средовской области, органы местного самоправления по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Как подчеркнул Евгений Куйвышев, отсутствие достоверной информации часто служит причиной слухов, домыслов и конфликтных ситуаций. И уверен, что активная разъяснительная работа в коллективах – это хорошая профилактика социальной напряженности. Третье. Это обеспечение занятости людей и борьба с безработицей. Это важнейшие условия сохранения социальной стабильности. Бесперебойная работа многих предприятий стала возможна в том числе и за счет того, что профсоюзные организации смогли выстроить конструктивные взаимоотношения с коллективами, работодателями и органами власти. Четвертое. Обеспечение трудовых прав граждан на своевременное и полное получение заработной платы является одним из важнейших направлений и является нашим приоритетом. Евгений Куйвышев выразил уверенность в том, что лидеры профсоюзных организаций будут активно включаться в процессы выработки и реализации стратегии развития региона на ближайшие годы. Председатель Федерации профсоюза Средовской области Андрей Витлужских отметил, что профсоюзное движение Средовской области накопило богатый и позитивный опыт под ставиванию прав уральцев на достойный труд. Свои традиции и богатый опыт есть и у профсоюзных организаций в предприятиях Артемовского городского округа. Так, по сей день, такие предприятия, как Артемовский Винпром, Артемовские электросети ведут свою активную профсоюзную деятельность. Благодаря им проводятся развлекательные мероприятия. Работники этих предприятий имеют нормальные условия труда, а также защищаются их права и интересы. Продолжение следует...